Мы должны дочитать то, что мы должны дочитать. Лучше погибну я, чем отрекусь от этого единого. И поистине, где гибель или листопад, там смотрите жизнь жертвует собой ради власти. Пусть буду я борьбой, и становлением, и целью, и противоречием цели. А кто угадывает мою волю, угадывает так же, как любыми путями она должна идти. Ну, это более как о борьбе клубка аффектов. Что бы ни создавала я, и как бы ни любила я это, скоро должна я стать противницей ему и моей любви. Так хочет моя воля. Да, это так же еще и необходимость переоценки. И даже ты, познающий только тропа и след моей воли. Поистине, моя воля к власти ходит по стопам твоей воли, к истине. Да, золотусты теперь обращаются к более слабому и выдает секрет жизни. То есть, более слабая достигает секрета более сильного обмана. Конечно, не попал в истину тот, кто выстрелил в нее слово о воле существования. Такой воли не существует. Но это кто? Ну, это Шопенгауэр. Да, то есть, Шопенгауэр говорил о воле к жизни. Нинч отрицает существование воли к жизни по понятным причинам. Потому что у живого не может быть воли к жизни, так как оно уже живое. А у мертвого не может быть воли к жизни, потому что она мертвая. Это вообще невозможно говорить. Да, а в чем мы речь? За то, чего нет, не может хотеть. А что существует, как могло бы оно еще стремиться к существованию? Только там, где есть жизнь, есть и воля. Не воля к жизни, но так учу я тебя воля к власти. Не воля к жизни, но воля к власти. Жизнь не есть высшее благо, ибо она постоянно преодолевается волей и преодолевает сама себя. Это как раз такой антилиберальный, антигопсовский, как мы уже могли заметить, посыл. Многое ценится живущим выше, чем сама жизнь. Но и в самой оценке говорит воля к власти. Так учила меня когда-то жизнь. С помощью этого разрешаю я выимудрейший загадку вашего сердца. Смотрите, золотуство ближе к жизни, чем к мудрости, потому что к мудрости ближе мудрейшие. Мудрейшие учатся у мудрости, но золотуство учится у жизни. И потому он способен разгадать загадку мудрейших и подняться над ними. Поистине я говорю вам добро и зло, которые были неприходящими и не существуют. Из себя самих должны они снова и снова преодолевать себя. Воля к власти, страница 465, параграф 853. И 425, 786. Концепция мира, с которой сталкиваешься в подоплеке этой книги, особенно мрачна и непривлекательна. Среди всех доселе известных типов пессимизма, ни один, похоже, не достиг такой степени зрелости. Здесь отсутствует антитеза истинного и мнимого миров. Есть только один мир, и этот мир ложен, ужасен, противоречив, полон соблазнов и лишен смысла. Мир, устроенный так, и есть мир истинный. Нам нужна ложь, чтобы одерживать победу над такой реальностью, над такой истиной в кавычках, чтобы жить. И то, что для жизни потребна ложь, само есть тоже одно из свойств этого страшного, гадательного характера нашего существования. Ну, гадательного, наверное, загадочного. Метафизика, мораль, религия, наука – все они подвергаются рассмотрению в этой книге только как различные формы лжи. С их помощью человек верит в жизнь. Жизнь должна была бы внушать доверие. Задача, поставленная так, неимоверна. Чтобы решить ее, человек уже по природе должен быть лжецом. Он должен больше, чем кто-либо еще, быть художником. Он и есть художник. Метафизика, религия, мораль, наука – все это лишь отродье его воли к искусству, к лжи, к бегству от истины, к отрицанию истины. Истина все время в кавычках. Это та точка зрения, с которой Ницше начинает. Искусство – единственное, способное оправдать жизнь. И искусство только оправдывает жизнь. Но искусство по определению ложно, фальшиво, лживо. И вторая страница, которую я вам говорил. Искусство – это возможность побежать в эскапизме. И так эскапизм может оправдать жизнь. Естественно. Так это возможность жить. Еще раз. Это не возможность оправдать мир. Это возможность жить. Раз вы говорите об эскапизме. Представьте себе ботана, который играет, я не знаю, в настольные игры, в ДНД, во что-нибудь. Он только там и живет. Потому что жить в нормальном мире он не может. Его там все бьют. В школе его бьют. Он двоечник. Он неудачник. У него никогда не будет девушки. Как ему жить? Вот ему возможно жить только в мире, в который он сбежал. Этот пример всего лишь должен показать, что мир такой, что в нем нельзя жить. В нем в принципе нельзя жить. Вы должны создать те люди, чтобы принять это. Да. Мы можем принять лишь определенную долгую правду. Да, 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 да. И в этом смысле только искусство. Ничего больше. То есть, что означает, что всегда обширь и конечкость. Да, да, да. Здесь уже все, все, что создано искусственно, есть искусство. А вот у меня был вопрос. Почему, ну, не то что ты считаешь, что жить нельзя, но создать иллюзию, чтобы в ней жить. То есть, безрозорный мир, он ужасен. А где же, простите, где же это, где же это воля, почему воля к власти не может изменить мир так? Так она и меняет его. Создавая иллюзия. Да. А может не брать самому себе воля, ложь. А это невозможно ничего, это просто невозможно. То есть, это и есть искусство. Вы создаете что-то, этим занимается воля, но вы создаете ложь. Вы создаете интерпретацию, давайте немножко шире. То есть, воля к власти это великолепство. Это способ жить. Потому что другого способа жить не существует. А пусть это что лучше, это креативность. Конечно. Создание, да. Если лучше, то это почти одно. Естественно. Так мы об этом говорили. Хорошо. 786. История возникновения и отпадения морали. Тезис первый. Моральных поступков не бывает вообще. Таковы и есть совершенная мнимость. Не потому только, что они недоказуемы, что признавал, например, Кант ровно как и христианство, но и потому, что вообще невозможно. Люди по психологическому недоразумению изобрели противоположность движущим их силам и полагают, что нашли имя для иного вида этих движущих сил. Изобрели фиктивное примум мобили, которого не существует вовсе. По логике, из которой вообще выведена антитеза морального и аморального, следует на самом деле заключить вот что. Бывают только аморальные намерения и поступки. Почему Ницше говорит так? Почему он пытается избавиться от антитеза морального и аморального? Понятно. Встать по ту сторону добра и зла. Это цель. Почему Ницше говорит, что не бывает моральных поступков, бывает только аморальное? Начнем с простого. Почему не бывает альтруистических поступков? Потому что каждый рассчитывает на то, что он получит. А тот, кто прыгает под пулемет. То, что мы делаем, вызывает у нас хорошее ощущение. Когда вы ощущаете себя лучше всего. Мученик ощущает себя лучше всего, когда его поджаривают на костре. Не бывает альтруистических поступков, бывают только эгоистические поступки. Это нормальный. Это простой шаг. Сложный шаг. Почему все поступки только аморальные и не бывает моральных? Потому что мораль является приписыванием поступку чего-то, чего в нем нет. Поступок сам по себе не может быть моральным. И, следовательно, сам по себе поступок всегда аморальный. Почему не имморальный? Хорошее замечание. Потому что мы рассматриваем с точки зрения морали. Все, что с точки зрения морали и не мораль, то аморально. Когда мы встанем по ту сторону добра и зла, тогда он станет имморальным. А так пока он остается аморальным. Добро и зло, которые были бы неприходящими, не существуют. Они устанавливаются с помощью воли к власти и ни один поступок никогда на самом деле не является добрым. С вашими ценностями и словами о добре и зле совершаете вы насилие, вы ценители ценностей. И в этом ваша скрытая любовь и блеск и преизбыток вашей души. Но еще большее насилие и новое преодоление вырастают из ваших ценностей. От него разбивается яйцо из кровопояйца. Всякая концепция, всякая ценность на самом деле является насилием над миром. Над миром и окружающими. И кто должен быть творцом в добре и зле, поистине тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности. От тысячи и одной цели не будем повторяться. Так принадлежит высшее зло к высшему благу и это творческое благо. Да, итак, что есть высшее благо? Креативность. Креативность есть высшее благо. Что есть высшее зло? Не креативность, а скобильность. Разрушение. Так высшее зло принадлежит высшему благу. Креативность создает, разрушение разрушает. Креативность есть высшее благо, разрушение есть высшее зло. Но высшее зло принадлежит высшему благу, потому что креативность невозможна без разрушения. Потому что разрушение позволяет Креативности творить Но будем же говорить только о нем Вы, мудрейшие, хотя это дурно Хотя это дурно Молчание еще хуже Все замалчиваемые истины становятся ядовитыми И пусть разовьется все Что может разбиться На нашей истины Столько домов еще предстоит построить Так говорится, Заратусто Просто отошли вас к нему Том 5, станица 34, подобил 22 Про то, что самоучение о воле к власти Есть лишь интерпретация Смотрите, Заратусто не говорит вам Не отвечает на вопрос, что такое воля к власти Жизнь, как и воля к власти, остается загадкой И потому все, как и воля к власти Остается загадкой О возвышенных Кто эти возвышенные? Это самые лучшие современные мыслители Это Кант и Гегель, метафизики Спокойно дно моего моря Кто бы угадал, что оно скрывает Забавное чудовище Непоколебима моя глубина Но она блестит от плавающих загадок И усмешит Возвышенного увидел я сегодня Торжественного, кающегося духом Как смеялась моя душа над его безобразием С выпученной грудью, похожей на тех Кто выбирает из себя дыхание Так стоял он в возвышенной молчании Увешенный безобразными истинами Свои охотничьей добычей И богатой разозранными одеждами Много шипов и сел он на нем Но я не видел ни одной розы Еще не научился он смеху и красоте Брачным возвратился этот охотник Из лесопознаний После битвы с дикими зверями Вернулся он домой Но сквозь его суровость Проглядывается еще дикий зверь Непобежденный Как тигра все еще стоит Он готовый прыгнуть Но я не люблю эти напряженные души И по вкусу мне все эти Все эти настороженные И вы говорите мне, друзья Что о вкусах и привкусах не спорят Но вся жизнь не спор о вкусах и привкусах Вкус это, наверное, и вес, и весы, и весовщик И горе всему живому Который захотел бы жить без спора О весах и о весовщике Что это вкус это одноуменный вес И весы, и весы, и весовщик И горе всему, которые хотели жить без спора О весах и соответствующих Что это вообще? Ну давайте попробуем разобраться вместе Мне казалось, что все должно быть понятно Но давайте попробуем Итак, вы говорите мне, друзья Что о вкусах и привкусах не спорят Да, конечно Но вся жизнь не спор о вкусах и привкусах Интерпретация исходящего из вашего тела Вкус это одновременно и вес, и весы, и весовщик Зависит решительное Да, да И горе всему живому Который захотел бы жить объективно Жить без спора о весе, весах и весовщике Но если бы утомился своей возвышенностью Этот возвышенный Только тогда бы началась его красота И только тогда бы Вкусил бы Я его и нашел вкусно И только когда он сам отроднется от себя Перепрыгнет он через собственную тень И поистине Прямо в свое солнце Слишком долго сидел он в тени Щеки побледнели Украющегося духом Почти умер он с голоду от своих ожиданий Презрение ищет его в зоре Отключение таится на его устах Хотя отдыхает он теперь Но его отдых улегся на солнце Он должен был Поступать Как вол И его счастье Должно бы пахнуть землей И презрением земля Белым валом Хотел бы я видеть его Идущим Фыркой мыча Впереди плуга И его мычание Должно было хвалить все земное Темно его лицо Тень руки играет на нем Затенен еще Смысл его взора Само его дело Еще тень на нем Рука затемняет действующим Еще не преодолел он Своего дела Люблю я в нем Вою вала Но теперь хочу я видеть И взор ангела И от своей воли героя Должен он наточиться Вознесенным должен он быть А не только возвышенным Сам эфир Должен вознести его Урешенного воли Смотрите как возвышенный Превращается в героя Он победил чудовищ Он разведал загадки Но он должен Еще освободить Своих чудовищ Свои загадки За небесных детей Должен он приводить их Еще не научилось Его познание Улыбаться И жить без ревности Ничего не утих В соте поток его страстей Поистине Невзытости Должно смолкнуть И утонуть его желание Но в красоте Изящество свойственно Щедрости великодушного Закинув руку за голову Так должен Должен бы отдыхать герой Так должен он Преодолевать и свой отдых Но именно для героя Красота Самая трудная Из вещей Недостижима красота Для всякой сильной воли Немного больше Немного меньше Именно это значит Здесь много Это значит Здесь Бог Всего больше Да, несомненно, красота для героя самая трудная из вещей, недостижимая красота для всякой сильной воли. Почему? Потому что сильная воля всегда хочет напрягаться. Но напряженная воля никогда не красивая. Стоять с расслабленными мускулами и распоряженной волей – это и есть самое трудное для всех вас, вы возвышенные. Когда власть становится милостивой и не сходит в видимое, красотой называю я такое нисхождение. И ни от кого не требую я так красоты, как от тебя, могущественной. Твоя доброта пусть будет твоей последней победой над собой. Смотрите, это все еще обращение не к ученикам. На всякое зло считаю я тебя способным и поэтому требую от тебя добра. Поистине, часто смеялся я над слабыми, которые у меня от тебя добрыми, потому что у них бессильные руки. Добродетели колонны должны деследовать. Чем выше она поднимается, тем становятся красивее и изящнее. А внутри тверже и выносливее. Когда-нибудь должен ты, возвышенный, стать прекрасным и держать зеркало перед собственной красотой. Тогда душа твоя будет содрогаться от божественных желаний. И поклонение будет даже в твоем тщеславии. Это и есть тайна души. Только когда герой покинул ее, приближается к ней в сновидении сверхгерой. Это и есть тайна души. Только когда герой покинул ее, приближается к ней в сновидении сверхгерой. Будем сейчас потихоньку разбираться со всем, но начнем с самого простого. В кавычках, конечно. Душа и есть Ариадна. Только когда покидает ее герой, сейчас поговорим о том, кто такой герой, приближается к ней в сновидении сверхгерой. Почему в сновидении? Потому что когда часы... Денис приходит тогда, когда часы бьют 12. Помните Сократа? Сновидение это что? Почему сновидение так опасно? Потому что оно очень походит на смерть. Смерть и сновидение это одно и то же. Смерть и сон это одно и то же. Да, а теперь приближается к ней в сновидении сверхгерой. Герой и сверхгерой. Это еще будет мотив, о котором мы поговорим. Или не поговорим, потому что это в конце третьей части. Помните, пожалуйста, миф об Ариадне. Ариадна и кто? Что делает Ариадна? Что происходит с Ариадной? Ну, она дает клубок... Кому? Зачем? Почему? Чуваку, который спустился... Отлично. Тисею, правильно. Тисей и есть герой. Тисей входит в лабиринт, чтобы сразить Минотавра. Он сражает Минотавра, но выйти из лабиринта нельзя. Иначе, как с помощью Ариадны. Это не проблема для героя убить чудовище. Проблема для героя выйти назад из лабиринта. Благодаря Ариадне он выходит из лабиринта. Что просит Ариадна взамен на такую помощь? Ну, это сказка, что происходит в конце. Любой сказке. Естественно. И жили они долго и счастливо. Она говорит, возьми меня в жены, я хочу отсюда свалить. Что он мог ей сказать, когда она говорила, я дам тебе его клубок, а ты меня возьмешь в жены? Вот. Он больше ничего не мог ей сказать. Но когда он вышел, он, естественно, берет ее и везет с собой обратно в Афины. У этой легенды, как и у любого другого мифа, много версий. По одной из версий, в какой-то момент он понимает, что она не такая прекрасная, как ему казалось, тот момент, когда она давала ему клубок. Он высаживает ее на острове и сам плывет домой. Она разбита горем, она убита, она брошена. И в этот момент появляется Дионис. Дионис, который женится на Ариадне. Героем должен перестать быть философ. Победителем чудовищ должен перестать быть философ. Преодолителем лабиринта должен перестать быть философ. И только когда это случится, только когда он оставит свою душу, тогда к ней приблизится Дионис. А кем же этот островский философ? Вот, это хороший вопрос. Что бросает злотуство возвышенным в обвинения? То, что сейчас называется забронзовением. Они забронзовели. Они победили чудовище, они вышли из лабиринта. Они больше ничего не хотят делать. Их легенда закончилась. И жили они долго и счастливо. Кант не хочет ничего больше делать. Он создал систему. Гегель не хочет ничего больше делать. Он создал систему. Ему остается только умереть. Они не хотят себя преодолевать. Они хотят остаться в пути. Не взяли и сказали, что они достигли пика. И просто дальше идет спас. То, что нас сейчас заботит, это тот факт, что они говорят, что то, что я сделал, это сделано раз и навсегда. И переделано быть не может никем и никогда. И в том числе и мной самим. В этом обвиняет их злотуство. Они должны были быть как жизни. Они должны были все время преодолевать себя. То есть Кант, закончив свою систему, тоже должен был написать и написать новую систему. Но вместо этого он сказал, не, 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 ребятки, все, теперь вот это истина от начала и до конца. То же самое касается и Гегеля. А злотуство. А злотуство? В одной из следующих глав злотуство приснится сон. Если вы читали, вы знаете, что это со сон. Это сон о гробах. И склепе. И это будет вопрос к любимому ученику. Что мне приснилось? И когда любимый ученик ответит неправильно, злотуство покачает головой и поймет, что даже любимый ученик не есть достойный ученик. Но мы должны перейти на следующий уровень и понять, как можно было отнестись к ситуации иначе. Как можно было жить иначе. Возвышенные искали истину. И они нашли ее. В чем эта истина? У нас есть только одна истина с большой буквы. Какая это истина? Как мы называем ее? Возвышенные искали истину. И они нашли истину. Истину с большой буквы. Что гласит эта истина? Ее же нет. Вот так она и звучит. Истины не существует. Возвышенные искали истину и поняли, что ее нет. Том 5, слонится 67, подай в год 55. Существует большая лестница религиозной жестокости со многими ступенями. Но три из них самые важные. Да, жестокости по отношению к самому себе. По отношению к человеку. Некогда жертвовали своему богу людьми. Быть может именно такими, какими, которые больше всего любили. Сюда включится понесение в жертву первенцев, имевшее место во всех исторических религиях, а также в жертву Экратра Тиберия в городе Митра на острове Капри. Этот ужат еще из всех римских анахронистов. Я призываю вас вспомнить скорее не это, а жертву Агамемнона. Он свою девственную дочь принес в жертву Диане, чтобы победить краянцев. Затем в моральную эпоху человечества жертвовали богу сильнейшими из своих инстинктов, своей природой. Эта праздная радость сверкает в жестоком зое аскета, вдохновенного противника естества. И, наконец, чем еще осталось жертвовать? Не пришлось ли в конце концов пожертвовать всем утешительным, священным, целительным, всякой надеждой всей веры, скрытую гармонию, будущее и блаженство, и справедливость? Не пришлось ли пожертвовать самим Богом и из жестокости к себе благотворить камень, глупость, тяжесть, судьбу? Ничто пожертвовать Богом за ничто. Это парадоксальная мистерия последней жестокости осталась поколению, которое растет именно сейчас. Мы уже кое-что об этом знаем. Мы все. Мы все об этом уже знаем. Нет, мы все уже кое-что об этом знаем. Да, спасибо. Раньше, до того, как жили возмышленные, о которых мы говорили, Богу приносилось в жертву все, что можно было принести. Что здесь Бог? Признащение истины. Истина, конечно. Философы ищут истину, они занимаются поиском истины. И на этот алталь поиска истины они должны были положить все. Но двигаясь по ступеням религиозной жестокости, о которой говорит Ничи, наступает момент, когда самой истиной пришло время пожертвовать. И смотрите, из жестокости к себе боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу, ничто. Кто боготворил камень? Кто сказал, что камень это Бог? Смотрите, раньше говорили, тыкали пальцем в это и говорили, это Бог. А мужик один такой, не-не-не, погодите, ребята, это камень. Это камень, ребята. Они были языческие, потом Сокар сказал, что это камень. Нет, это Анаксагор сказал. Камень что? Что камень? Солнце. Солнце, правильно. Затем на место Анаксагора пришли ребята пошире, материалисты. Это и есть с точки зрения Ничи глупость. Почему материализм это глупость, это отдельный вопрос. За ним пришла тяжесть. Кто пришел за материалистами? Кто дух тяжести? Конечно, за ним пришел Сократ. Сократ имеет в виду здесь научный взгляд на мир. Или если хотите, позитивный взгляд на мир. Затем появилась судьба. Ну, давайте я скажу вам, что это немного шире, чем Сократ. Давайте я ткну пальцем в Маркса, чтобы совсем было все просто. Маркс говорит, я на правильной стороне истории. То есть я, все уже предвращено. Создавать историю, все дела. Да, нет, нет, нет. То есть ничего не надо делать. Пролетариат победит и так. Это неизбежно. Классовая борьба неизбежно закончится. Победа и пролетариата в ней. И, наконец, во что деградирует Сократизм? В нигилизм. В пессимизм. И нигилизм. В ничто. Да. Это история возвышенных. Свой поиск истины они в конце концов обращают в ничто. Одна из следующих глав. Это глава-прорицатель. Это как раз... Я не скажу, кто это, хотя мы предполагаем, предполагается, кто это такой. Это как раз глава, где появляется вот деградировавший Сократик. Это пессимист. Это сократизм, дошедший до своего конца. Был ли альтернативный взгляд на этот подход? Да. И он был прямо противоположный. У греков все было наоборот. Когда они открыли смертоносную истину, они поняли, что жить можно только с помощью чего? Искусства, да. Да. Давайте я кину вас в волю к власти страницы 459, в волю к власти страницы 455. Том 1, страница 10, параграф 2. Том 12, страница 507, параграф 184. Не будем читать. И снова уходит герой, приходит сверхгерой. И сверхгерой – это, конечно, греческий бог. Следующие три речи посвящены тому, чем современность гордится, достижением современности. Эти достижения – плюрализм в образовании, объективность в исследовании и беспристрастность философского подхода или философского труда. Все три, несмотря на то, насколько они возвышены, все три имеют в себе некий изъян, некий позорный аспект, который будет поднимать золотоство. Слишком далеко я залетел, залетел я в будущее. Ужас напал на меня. И когда я огляделся, смотри, время было моим единством современников. Тогда полетел я назад домой. Все быстрее и быстрее. Так пришел я к вам, современники, в страну образованности. Да, теперь это уже обращение к современникам. Впервые посмотрел я на вас как следует и с добрыми желаниями. Поистине, с тоскою в сердце пришел я. Что случилось со мной? Как бы как ни было мне страшно, я должен был рассмеяться. Никогда мой глаз не видел ничего более пестрого. Я все смеялся и смеялся, тогда как многие сердце дрожали. Тогда тут родина всех горшков с красками, сказал я. С пятидесятью кляксами на лице и теле так сидели, к моему удивлению, вы свои именники. Не с пятидесятью с зеркалами вокруг вас, которые стели и подражали игре вашей краю в ваших красках. Поистине, вы не могли бы носить лучше маски свои именники, чем собственное лицо. Кто бы мог вас узнать, исписанные знаками прошлого, а поверх этих знаков размалеванные новыми знаками, так надежно скрылись вы от всех толковастников. Даже если найдется специалист по почкам, кто поверит, что они у вас есть. Из красок кажетесь вы изготовленными и склеенными из склеенных ярлыков. Все века и народы пестрого выглядывают из-под ваших покровов. Все обычаи и усилирования пестроязычно говорят ваши жесты. Кто из вас совлёк бы с себя покрывала мантии краски и жесты? У того осталось бы вполне достаточно, чтобы пугать этим людей. Поистине, я самая испуганная птица, однажды увидевшая вас на гимии без красок. Я улетел прочь, когда скелет стал подавать мне знаки любви. Достаточно. В чем обвиняет золотусство современных европейцев? Это сегодня не плюрализм. Плюрализм, да, но это я уже говорил вам. А немножко шире. В чем проблема с плюрализмом? На самом деле, плюрализм это неразборчивость. Принять все, значит, да, значит, ни от чего не отказаться. Но ни от чего не отказаться, это значит, не проявлять никакого вкуса. Не разбираться, что есть хорошо, а что есть плохо. Как так получилось? Том 5, страница 113, параллель 200. В чем проблема с неразборчивостью? Проблема с неразборчивостью заключается, проблема с плюрализмом заключается в отказе от суждения. Вы все принимаете, потому что вы отказываетесь обо всем судить. Однако в ситуации, когда вы отказываетесь обо всем судить, ни одно действие не является возможным. Фукидит, Гопс, Веббер. Фукидит говорит вам, страх и надежда есть основания для всякого действия. Страх худшего – надежда на лучшее. Поэтому вы должны знать, что такое хорошо и что такое плохо, чтобы знать, что худшее, и от этого бежать, и чтобы знать, что лучшее, и к этому двигаться. Но если вы знаете, что такое хорошо, а что такое плохо, плюрализм невозможен. Потому что тогда существующая противоположная точка зрения на хорошо и плохо будет плохой. Если плюрализм возможен и если он достижим, тогда никакая точка зрения не будет плохой, следовательно, никакая точка зрения не будет хорошей. Тогда вы не знаете, что такое хорошо, что такое плохо, тогда невозможно никакое действие. Что должен делать христианин здорового человека? Он должен побивать камнями в воскресенье тех, кто работает, должен резать мусульман, должен искать и сжигать ведьму. Он это делает? Нет, он этого не делает. В частности, потому что государство ему это запрещает. Поэтому он ничего не делает. До кого-то еще не дошла весть о смерти Бога. Мы знаем, мы про Европу говорим, да? То есть, возьмите немного шире, не берите конкретный пример конкретного человека, возьмите философа и философию. Если каждая точка зрения имеет право на существование, то никакая точка зрения не является решающей или важной. Они все одинаково важны. Вопрос. Смотрите, смерть Бога привела к клеоризму страны к Европе. Другие штаны еще верят в дедушку в облаках или в Великого Аллаха со списками его добродетелей и тому подобное. Они об этом не знают. Вот Бог для них не умеет. Ну и получается, у них нет клеорализма. Получается, смерть Бога отчасти плохо, потому что появляется клеорализм. Да, но сейчас мы просим отрывок, который вам скажет, только в этой ситуации, возможно, ваша креативность. То есть, золотудство говорит вам, вы, европейцы, достигли клеорализма. Пришло время от него избавиться. То есть, клеорализм теперь позволит вам сказать, эти ценности надо выкинуть, а эти оставить. Это хорошо, а это плохо. Но сам по себе плеорализм – это не ценность. То есть, смерть Бога – это потенциальная возможность. Но оставаться внутри смерти Бога невозможно. Человек какой-то распада, смешивающий расы без всякого разбора. Человек, получивший следствие этого весьма разнообразных именной наследия, то есть противоположные, а часто даже не просто противоположные инстинкты и ценностные нормы, которые борются друг с другом, почти не давая себе покоя. Такой человек поздних культур и преломленных лучей в среднем становится слабее. Главнейшее стремление его уклониться к тому, чтобы, наконец, кончилась война, которую он собой лицетворяет. Духи успокоительные, например, эпикурейской или христианской медицины, и образа мысли, счастья представляется ему преимущественно, как часть успокоения, безментирности, сытости, конечного единства, субботы, субботы. Да, главный завет плеорализма – живи и не мешай жить другому. То есть, грубо говоря, ничего не делай. Потому что, как мы понимаем, любое действие направлено на других людей. Да, давай словами волшебного Игоря Аргустина, который сам был таким. И если же внутренний разлад и война действуют на такую натуру, как еще одна возбуждающая приманка и щекотка жизни. И если, с другой стороны, вместе с мощными и непрееверимыми инстинктами ею унаследованы и ей привиты также подлинное мастерство и тонкость в ведении войны с собою, то есть самообуздание и умение перехидать себя, то перед нами появляются эти волшебные, непостижимые, невообразимые, те предназначенные побеждать и соблазнять ограниченные люди, лучшими представителями которых были Алкевиат и Цезарь. Я охотно присоединил бы к ним и первого европейца в моем вкусе, Фридриха II Гогеншталхана. Ну, вы знаете почему, да? В его вкусе. Почему в вкусе Ницше? Сейчас. Это же Фридрих Сицилист, который... Ну, чем он занимался-то? Он занимался с Багусей Церковью. Конечно, с католической церковью воевал, да. А из художников, быть может, Леонардо Дорейджа. Они появляются как раз в то самое время, когда на передний план выступает Леша Хри. Оба вышеупомянуты, слабейший тип со своим стремлением к покою. Оба типа связаны друг с другом и порождены одинаковыми причинами. Смотрите. И последний человек, и сверхчеловек связаны друг с другом и порождены одинаковыми причинами. Одна из которых – это плюрализм. Максимально широкий плюрализм и борьба, общее принятие культуры, борьба внутри. Одних борьба ведет как пати, в других борьба воспитывает невероятную силу. У вас был вопрос? Один, а это не просто. Нет? Да. Либералития – лучше, получается, для меньшей. Могу предупреждать, что... Мы об этом говорили, когда говорили о пёстрой корове, да? Но вообще, чем ближе к гибели стоит человечество, тем выше шанс. Ну, имеется в виду... Нет, просто все остальное меньше, меньше создаст сверхчеловека. Это тяжелый вопрос. Быть может, дело в исторических условиях сегодняшних. То есть, уверен, если бы Ницше находился в других исторических условиях, речь бы не шла о плюрализме. Более того, заметьте, кого он приводит в пример? Алкивиада, Цезаря и Фридриха II. Но про Фридриха II я знаю меньше, про Цезаря чуть-чуть побольше, и про Алкивиада еще больше. Какой тогда был плюрализм культуры? И либерализм. И смотрите, что происходит вместе с ними. Что происходит вместе с приходом Алкивиада и Цезаря? Про Фридриха не говорим. По поводу либерализма и плюрализма. Не, надо ползор заканчивать. Естественно. Хотя он предоставляет какие-то условия. Он тут же заканчивается вместе с их появлением. Вместе с появлением Алкивиада Афины заканчиваются вообще. То есть, не говоря про демократию, свободу, вообще. Они исчерпали сами себя окончательно. То же касается и стал бы доброго... Почему? Почему не появился философ? Единственный философ, который появился после Платона, а Платон появился как раз, когда все закончилось, это Аристотель. И он не из Афины. И он не про Афины. Он не из Афины и он не про Афины. Что не про Афины? Он был в Афинах, но, во-первых, он сбежал, а, во-вторых, кого он стал поддерживать-то? Да. Кого он стал поддерживать? Кто его ученик номер один? Ну, что он сделал с Афинами-то? То есть, Афины, как независимый полис с демократическим устройством, перестал существовать к тому моменту, когда подошла к концу жизни Алкивиада. Потому что уже тогда демократия была свернута. После этого она вернулась, вернулась, чтобы засудить Сократа, например, да? Но тут же упала снова. Она уже никогда не поднялась. Это уже не было в строй предков. Давайте еще немножко про Европу посчитаем. Эти старые добрые смешанные европейцы. Том все тот же, страница 116. Смешанные. Смешанные. Параграф 202. Уф современного человека остается глухих тем истинам, нашим истинам, которые мы уже неоднократно высказывали. Поэтому вернемся к ним еще раз. Нам уже достаточно хорошо известно, как оскорбительно звучит, когда кто-нибудь без всяких прикрас и уподоблений прямо подчисляет человека к животным. И нам уж, конечно, будет почти, что поставлено в вину обстоятельства, то обстоятельство, что именно по отношению к людям современных идей мы постоянно употребляем выражение стада, статный инстинкт и тому подобное. Но что же делать? Мы не можем поступать иначе, потому что как раз в этом состоит наш новый взгляд. И пусть к выводу, что вся Европа, включая страны, где господствуют ее влияние, единодушна во всех главных моральных суждениях. В Европе, очевидно, знают то, что оказалось неизвестным Сократу, и чему некогда обещал научить. Замитит древний зми. В Европе знают нынче, что значит добро и зло. И как бы резко и неприятно для этого слуха не звучало, мы все же повторяем то, что в данном случае мнит себя знающим, что само себя поставляет своей похвалой и порицанием, само себя называет добрым, есть инстинкт стадного животного, человека. Инстинкт, прорвавшийся сквозь другие инстинкты, достигшие над ними перевеса, преобладания и всеусиливающиеся в этом отношении по мере физиологического сглаживания различий между особами, симптомами, чего он и является. В морали в Европе есть нынче мораль стадных животных. Это стало быть, на наш взгляд, только один бит человеческой морали, кроме которого, до которого и после которого возможны или должны быть возможны многие другие. Прежде всего, высшая мораль. Против такой возможности, против такого мы должны быть, эта мораль защищается всеми силами. Непреклонная и упорная она твердит, я сама мораль, и ничто кроме меня не есть мораль. С помощью религии, которая всегда была услугом возвышеннейших стадных вожделений и стила им, дело дошло даже до того, что в политических и в общественных установлениях мы видим все более явное выражение этой морали. Демократическое движение наследует христианство. Современные европейцы все ближе подходят к последнему человеку, но именно это дает сверхчеловеку шанс в странице 147, параграф 224. Историческое чувство или способность быстро отгадывать ранговый порядок оценок, которыми руководствовался в своей жизни данный народ, общество, человек, пророческий инстинкт, прозревающий отношения этих оценок, отношения авторитета, ценности к авторитету действующих сил. Это историческое чувство, на которое мы, европейцы, претязаем как на нашу собственность. И явилось к нам в свете того, чарующего и самозбродного полуварварства, которое Европа погрузилась благодаря демократическому смешению со словами и расы. И в девятнадцатом столетии известно это чувство как его жестое чувство. Благодаря этому смешению в наши современные души вливается прошлое сих форм и образов жизни, прошлой культур, раньше тесно соприкасавшихся друг с другом, наслаивавшихся одну на другую. Наши инстинкты теперь устремляются назад во всем направлениям, и сами мы представляем собой нечто вроде хаоса. В конце концов, дух, как сказано, усматривает в этом свою выгоду. В силу полуварварства нашей плоти и вожделений нам всюду открыт тайный доступ к чему не знал века истократизма. И прежде всего доступ к лабиринтам, не обретавшим завершение культур, и к любому полуварварству, когда-либо существовавшему на земле. А так как наиболее значительная часть человеческой культуры была до сих пор именно полуварварством, то историческое чувство означает почти то же, что чувство и инстинкт ко всему, то же, что и вкус ко всему, в чем оно сразу выказывает себя не аистократическим чувством. Теперь можно выбрать, теперь можно подняться вверх, теперь можно стать ближе к сверхчеловеку. В этом смешении культуры. И в этом смысле Максим Павлович правильно замечает, не является ли демократизм или прюрализм связанным с этим движением. Не является ли философ наиболее в безопасности, когда он находится внутри максимально толерантного и прюралистичного общества? Максимально толерантное для Греции наверное будет прюралистичное. А в эпохе ленизма когда... Ну видите, там уже ничего нет в эпоху ленизма, да? Это проблема. Ну да. Вы отводите свой тезис назад? Ну нет, я... Ну перефимулируйте тогда. Я только начал, вы мне говорите нет и я не могу сопротивляться. Я с вами был философ в благоприятных условиях. Вот! И это та логика, к которой я хотел двигаться. Но Максим Павлович уже сбросил. Да, получается, если мы говорим о Афинах и о республике последних, то в Греции все равно... То есть там есть плюрализм, все равно это традиционный общество и что там, что там в какой-то стихии. Да, именно поэтому как бы Сократ все время в опасности, да? Да, и там появляется и только там может плюниться. Отсюда Цезарь, отсюда Алкивиад, отсюда Да Винчи, потому что возлагающаяся Италия... Это традиционное общество, которое... Это не просто традиционное общество, это традиционное общество с плюрализмом. То есть это... Вот... Чем отличается ленизм, допустим, от там более ранних... Вот есть Афинные конца, где появился Сократ, есть Афинные предыдущие и есть ленизм. Ленизм — это полный плюрализм. Афинные... Да, это полное традиционное общество, там, с предки. А это вот это совещание. Традиционное общество загибается и на смену его приходит... Отличное замечание — это замечание Аристафана в облаках. Помните, Стрипсиад ненавидит Сократа, но Стрипсиад знает, что Сократ существует и что он может сделать. И Стрипсиад нуждается в Сократе, чтобы обмануть кредиторов. То есть Стрипсиад уже разложен, он хочет обманывать. И именно поэтому он бежит к Сократу. В здоровом обществе такое не может произойти. В здоровом обществе Стрипсиад был бы честным, открытым Калас Кагатесом и все бы отдал до конца. И сына бы своего бил бы ногами за то, что тот довел его до зорения. Вы правы. Там, где возникает деградация общества, там возникает шанс. И более того, эта деградация в случае с Сократом и призывает Сократа. То есть философ задается вопросом, как теперь жить. Потому что жить как прежде уже невозможно. Жить как предки уже нельзя. Смотреть на трагедию предков тоже невыносимо. Она ужасна. То же самое и теперь. плюрализм и смешение культур должно восприниматься как симптом смерти Бога. Как знак разложения общества христианского. И в этом смысле это шанс для философа для того, чтобы совершить переоценку ценностей. То есть очень, грубо говоря, Ницше двигается в той же макеавеллистской парадигме, которую тот задает в рассуждениях о первой декаде Титливия. Религия существует примерно пять тысяч лет. И каждые пять тысяч лет она обновляется. Пять тысяч лет подходят к концу, христианство подходит к концу, пришло время обновиться. Следуйте за мной, говорит Макеавелли. Вот примерно то же самое говорит и Ницше. Снова, заметьте, он говорит об историческом чувстве. Историческое чувство это чувство момента. Нужно понимать, когда философ может выступить вперед с переоценкой ценностей. Он не может выступить с переоценкой ценностей всегда. Да. Но, судя по... Если следовать концепцию жизни, то сейчас наиболее не... последние пятьдесят лет наиболее неблагоприятные времена. Для кого? Для философа... Наоборот. Появляются... То, что они появляются или нет, это же дело случайности. А вот благоприятные времена это дело факта. То, что сейчас царство плюрализма, царство антикультурализма, толерантная вещь. И заметьте, скорее не царство, а как раз развожение. Царство развожения плюрализма, мультикультурализма и демократизма. Да. Во время плюрализма не появился ни одного философа. По сути, вот это время, которое вступило плюрализм, он не дает философу, а дает как раз этот переломный момент между традиционным обществом таким, Афиной, и вот тот плюрализм, который наступит потом. Ну, словом говоря, если возьмем Ницше, это очень похожая ситуация, когда старая такая культура пенсионистская Европа медленно-медленно и все. А сейчас живем уже в ленизме. В уже в ленизме, да. То же самое с Римом было, по сути, если мы опять говорим о Цезаре, не случайные примеры, но что мы имеем? Мы уже имеем разложившиеся республику. А после нее империя, да? Да, хорошо. Единственное, что я могу сказать, примечание, это то, что время теперь двигается очень быстро. И вот эта эпоха ленизма, она и раньше прошла очень быстро, а сейчас пройдет вообще мгновенно или уже подходит к концу. Причем вы видите, как когда случилась победа над нацистской Германией, демократизм сказал, у нас остался только один враг, это красное. Когда случилась победа над Советским Союзом, демократизм сказал, история закончилась, мы везде теперь, мы победили. сейчас мы видим, как демократизм все больше откатывается назад, все меньше веры в демократические институты существуют. И уже некоторые в кавычках популярные люди начинают говорить, а может быть демократизм это не для всех. Я причем говорю прямо от людей на Западе, то есть наши все время что-то говорят, не имеет значения. Эпоха эйфории, что вот сейчас наступит демократия, и демократия не воюет с демократией, и поэтому будет вечный мир, вечное счастье, и мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо, она за 20 лет моей и вашей жизни уже подходит к концу. И наступает новый кризис. Именно поэтому вдруг вы видите, как демократия начинает избирать людей, которые говорят, что это очень странно. И я хочу вам сказать немножко другое, что с точки зрения философа каждая эпоха это эпоха кризиса. Потому что ничего кроме кризиса не стимулирует. Я хочу сказать, что если вы открываете Макеавелли, Макеавелли говорит кризис. Открываете Берк, Берк говорит кризис. Открываете Руссо, Руссо говорит кризис. Открываете Сократа, Сократа говорит кризис. Все, давайте вернемся назад к нашей странице. Скорее хотел бы стать подъемщиком в подземном мире у тени минувшего. Ну, сейчас дочитайте. Точнее и полнее вас обитатели подземного мира. Ну и вы же знаете, откуда эта строчка? Нет. Это из Одиссеи, это говорит Одиссею Ахилл. Но Ахилл говорит, что он скорее бы был подъемщиком, чем царем в подземном мире. Золотусты говорит немножко иначе. В этом горечь кишок моих, что ни ногими, ни одетыми не вношу я вас в свои именники. Да, почему скелеты? Потому что за ними на самом деле ничего не стоит. То есть у них нет своей собственной культуры, они ничего не создали. Они только надели на себя разные одежды, разных культур. Все зловещие, что есть в будущем и что некогда пугало улетевших птиц поистине куда приятнее и ближе к сердцу, чем ваша действительность. И вот так говорите вы, мы всецело действительные, без веры и суеверия. Так гордитесь вы, даже не имея предмета гордости. Но как могли бы верить вы, размалеванные? Вы картины всего, что некогда верили. Во что? Во что верили? Ходящее опровержение вы самой верой и количестве всяких мыслей. Неправдоподобные. Так называю я вас. Вы действительные. Все времена пустословят друг против друга в ваших умах, но сны и пустословия всех времен были все-таки правдоподобнее, чем ваше бодрствование. Бесплодны вы, поэтому и не достает вам веры. Но кто должен был творить, у того всегда были свои вещи, сны и звезды знамения. И вера в веру. Полуоткрытые ворота вы, у которых ждут могильщики. И вот ваша действительность. Все достойно того, чтобы погибнуть. Ах, вот стоите вы предо мной, вы бесплодные, худые, с торчащими рёбрами. И кое-кто из вас хорошо понимает ты и сам. Да, смотрите, все достойно того, чтобы погибнуть. Если все ценности одинаковые, все они равны, все они одинаково достойны того, чтобы погибнуть. Это значит, что все они должны погибнуть. Ну и все они достойны, чтобы существовать. Да, да, абсолютно одинаково. Нет никакой разницы. Но могут ли существовать вообще все ценности одновременно? Может, они просто несущественные, то есть они никак на что не влияют. Да, и в этом смысле они все одинаковы, что они есть, но их ничьи. Но ты не разнишь по праву с рукой, по левой. Какая разница? Это же вопрос интерпретации размешивания чая. Нет истинного способа размешивания чая. Ну хорошо, двигайтесь дальше. И он говорит, кажется, Бог, пока я спал тайком, что-то похитил у меня. Поистине достаточно, чтобы сделать себе из этого жёнушку. Удивительна бедность ребер моих, так говорили уже многие из людей настоящего. Да, смешны вы мне, своими ниги, особенно, когда вы удивляетесь сами себе. И горе мне, если бы не мог я смеяться над вашим удивлением. И должен был пить всю гадость из ваших мисок. Но я хочу легче относиться к вам, ибо тяжелое должен вынести. И что мне за дело, если жуки и летучие козятки сядут на мою ношу? Поистине не станет она от этого тяжелее. И не от вас, современники, должна прийти ко мне великая усталость. А куда ещё подняться над моей тоской? Со всех гор высматриваю я Отечество и родные страны. Но родину не нашла я нигде. Неуютно мне во всех городах и рвусь оброчить всех ворот. Чужды и смешны мне современники, которым ещё недавно влекло меня сердце. И изнан я из Отечества и родных стран. Так что люблю я ищу только страну детей моих, неоткрытую и лежащую в самом дальнем море. Пусть ищут и ищут её мои корабли. А своими детьми хочу искупить то, что я сын своих отцов. И всем будущим это настоящее. Образ��ающим. Так говорим directly. Да, философа будущего, естественно. Философия будущего и философа будущего в потурную сторону добра и зла, об этом будет сказано более открыто, более активно. Комплиментарная культура Европы то есть смешанная культура Европы позволит нам, философу будущего создать из этих обрезков некую новую и более здоровую культуру. В этом смысле мы свободные умы, а они философ porte будущего. То есть они не свободные умы. Хорошо, давайте мы на этом остановимся и потом вернемся и прочитаем еще одну глобу.